Здравствуйте, друзья! Я нахожусь на нагибе на Турмалиновской. Здесь недавно перенастроили светофоры. Вот сейчас люди должны очень-очень быстро пробежать и загорится красный свет, а мы с вами посмотрим, сколько времени он будет гореть. Наши власти почему-то решили, что будет эффективно, если они увеличат светофорные фазы для движения автомобилей по улице. То есть я обратил внимание, что здесь светофор очень долго горит и на ДГТУ очень долго горит. Значит, это сделано специально, синхронно. Раньше так не было. То есть я помню, что, допустим, на Ларе на 90 секунд было. Это полторы минуты. Но сейчас здесь, очевидно, гораздо больше. Вот я специально стою здесь, чтобы померить. Заодно обращаю внимание, что тут яма на дороге. В феврале администрация сказала, что ямы на Нагибино все отремонтированы. Нет, не все. Вот она. И еще на кольце на ЦГБ много ям. Здесь какой-то предмет на дорогу поставили, чтобы затруднить, наверное, попадание в яму. Но заодно они замедляют движение автобуса. И автобус не может подъехать к остановочной площадке. Про этот карман я уже снимал, говорил много раз. Его необходимо убрать. И он тут не нужен совершенно. Он используется для парковки машин. Но никак не для того, чтобы автобус мог остановиться у края автобусной площадки. Видите, что происходит? Просто издевательство над людьми. Вот еще один автобус. Даже не у бордюра остановился. Вот, посмотрите. Это не такая остановка, где простои совершаются. Так. Вот уже две минуты горит красный свет. Ребята, две минуты. Насколько же у них совести хватит? Сколько они поставили гореть красный свет для пешеходов? Люди же начнут бегать. Люди начнут. На 2.20. 2.20 для автомобилей. Посмотрим, сколько для пешеходов. За 20 секунд не успел перебежать. Вот тебе. Значит, 2.20 горит зеленый свет для машин. 20 секунд горит зеленый свет для пешеходов. И посмотрите, сколько здесь накапливается спускающихся машин. Здесь будет, естественно, пробка образовываться. Я вижу, что автомобили аж до Ленина выстраиваются. То есть вот этого времени, 2.20, им хватает для того, чтобы пробка аж от Ленина образовалась до сюда. Это не решает транспортных проблем. Это усугубляет транспортные проблемы. Особенно с безопасностью движения. Очень скоро пешеходы поймут, что светофор горит слишком, 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 слишком долго. Начнут бегать здесь через дорогу. И будут попадать. Потому что, скажем, в дневное время ладно. Но в ночное время здесь машин нет. Соблазн перебежать очень большой. Я надеюсь, наши власти отремонтируют дороги. Уберут предметы с проезжих частей. Исправят этот карман. Уберут его полностью. Потому что он по нормам, по ГОСТу. Тот самый, который проэлементы дорог 2007 года. Здесь не предусмотрен и не нужен. Не нужен, если три полосы движения. Ну и, конечно, светофор настроят. Потому что в одном месте собрать столько безобразия. Это надо еще постараться. А мы с вами ждем, когда загорится светофор. Ну, может быть, там не 2,20. Может быть, там чуть-чуть меньше, чуть-чуть больше. Вот мы сейчас это дело проверяем. Ну, вот где-то так. А еще наши власти, они вообще придумали, что если у нас пробки на Вавилово, то это из-за пешеходов. И там даже поубирали пешеходные переходы. В районе Каменки где-то. То есть, что творится, я не понимаю. Ну, было ж нормально. Зачем надо было, ну, по крайней мере, здесь на нагибе наменять. Значит, будут люди попадать под колеса. Что поделаешь из-за этих светофоров.